АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давайте начинать. Хочется очень много сказать. Так. Сегодня поговорим, знаете, о чём? Нет, знаете? О вас. О каждой личной из вас я постараюсь передать своё видение, свою картинку, как я живу, и даже конкретные какие-то такие вещи, которые вам, каждому, помогут в этом бизнесе преуспеть. Поэтому, сразу говорю, надо будет писать. Первое правило, которое касается личного роста каждого из вас, потому что многие думают по вопросам, которые приходили, что какие-то есть секреты. Да? Что мы стараемся над этим владеем, о чём вы не знаете вы. Совет очень простой. Чтобы быть лидером, нужно запомнить одну простую банальную вещь. Всё, что с вами происходит в жизни, плохое или хорошее, томой причина только вы. Ни государство, ни президенту, ни компания, ни погода, ни наставки, никак не участвуют, в принципе, в вашем успехе. Вы причина всему тому, что происходит вокруг вас. Это первое правило. Запомните. Чем вы занимались? Никогда успех не приходит извне. Успех только внутри нас, внутри каждого из вас. Это очень важно понимать. Успех внутри каждого из вас. Просто нужно найти то, что вас заставит поднимать затенцы и что-то делать. Нет людей ленивости. Знаете, да? Есть просто люди, у которых не хватает мотивации, чтобы начать что-то делать. Ленивых людей нет на планете. Просто вам нужно найти то, что будет вас оставлять, а для чего улыбку будет это делать. Вот. Я буду сейчас говорить какие-то вещи, которые помогут вам измениться. Есть люди, которые шли-шли-шли-шли раз и на каком-то статусе занято. Есть такие люди в зале? Да. Есть. Вот. А как вы думаете, почему? Вы думаете, что опять мы ленимся, да? Нет, это тоже присутствует. Нет темпа встречи, это очень важно. Но есть вещи, допустим, такие, как работа над собой. Как только вы перестали работать над собой внутри, ваш бизнес замирает. Я вам говорю, реальные, серьезные вещи, как бы со своей головой, со своего уровня уже. Поэтому сразу же вопрос вы себе внутрь задавайте. Что внутри у вас там стало? Я сейчас буду говорить какие-то простые банальные вещи, которые помогут вам поменяться. Почему? Вы сейчас имеете ту жизнь, о которой вы думали полгода-год назад. Есть еще один пункт, который надо записать дословно. Мы в жизни получаем не то, о чем мы думаем, а то, чего мы ожидаем. Я много раз перерисовал такой чертеж, я залпаю мастер, планы расписывал и думал, что я не устану. Ребят, я голову могу обмануть, сердце никогда. Поэтому каждый из вас чего-то ожидает. Когда вы звоните по телефону, когда вы делаете встречи, у вас есть какие-то ожидания. Вот вы их не обманете. Поэтому вы можете думать о чем угодно. Важно, что вы внутри ждете. Понимаете, о чем я говорю? Это очень важный момент. Внутреннее ожидание. О чем можно думать всегда и помнить об этом. И брать себе цели, которые у вас будут дооткновлять. Мне наставник научил и всегда ставит две цели. Цель максимальная, в которой я сооружусь. И цель минимальная, которую я сделал на 100%. Почему? Если я на максимальное не натяну, то у меня будет минимальная. Чтобы моя самооценка не просаживалась. Понимаете? Это очень важно. Потому что очень часто мы сами себе цели задираем. Мы их не получаем. Мы начинаем себя вказлить и понижаем себе самооценку. А с такой самооценочкой, знаете, идти к людям может даже как-то никак. Есть пункты, которые мне в свое время помогли. Я надеюсь помогут и вам. Пункт первый, который поможет каждому из вас в бизнесе. Записывайте. Первое. Личный объем всегда делать до пятого числа нового месяца. Это базовые вещи, которые нужно делать. Почему? Объясню. Семь всегда запаздывает. Как только вы что-то поняли, осознали, вы начали об этом говорить. Через полгода это будут делать ваши люди. Не раньше. Поэтому до пятого числа делаем личный объем. Я, когда именно буду делать объем 100 баллов. Я понимаю, сейчас многие начали думать, вот денег нет. Ребята, их и не будет. Да. Нет, значит не будет. Если вы будете так, к этому относиться. Нет. Поэтому, пункт второй. До пятнадцатого числа мы повторяем объем. Делаем объем 1200 баллов. До пятнадцатого числа. Я объясню почему. Просто по структуре по своей вижу. Есть люди, которые дожидаются, дожидаются вот уже двадцать восьмое число. Горбовое у них пятьсот или там четыреста восемь. И начинают последние три дня передавать. И давай все за соски дергать. Либидные коровы уже орут, а они за соски все дергают. Понимаете? Ребята, вы что? У нас священные коровы потребители. Их надо любить, а не за соски дергать. Сдавать им комфортные условия, чтобы им было хорошо. Я вам честно говорю. В хорошем смысле этого слова. Без каких-то там задних мыслей. Поэтому до пятнадцатого числа мы делаем групповой объем. Для того, чтобы у нас было полмесяца, чтобы работать с группой своих людей дистрибьюторов. Если у вас нет своего группового объема, то как, понимаете, у вас мозг думает о другом. Я же сам не директор. То есть с любителями я денег не получил. Понимаете? Вы записываете? Ага. Вот. Это очень важный момент. Почему 1200, я еще раз расскажу. Мы единственная компания, я сейчас продаю все. Единственная, опять-таки записывайте, которая за товар оборот в два раза выплачивает в сеть почти в четыре раза больше. Вы знаете об этом? Да. Все знают? Да. Воронеж знает. Воронеж знает. А в реальности. Давайте я вам расскажу. Я вам нарисую даже. Третьих людей. От нуля до 600 баллов мы получаем сколько процентов? Сурбового объема. Девять. Сурбового объема. А с 1200 сколько получим? 335. Сколько? 335. 335. 335 долларов. Разница здесь во сколько? Два. 600 и 1200. В два раза. А тут по сколько раз? В четыре. Почти в четыре. Я понимаю, что многие не понимают, но я этим людей подписываю, когда говорю с сетевиками, что мы единственная компания, которая столько платит с товар оборотом. Кому нужны быстрые деньги, я тоже сюда рисую маленький момент, вы только вдумайтесь. Есть люди, для которых, кстати говоря, спрошу. Для кого легче искать потребителей, чем людей в бизнес? Руки поднимите? 435. Ползала. Смотрите, ребята. Есть для вас простая вещь. Как можно быстро начать зарабатывать деньги? Вы подписались сами? Подписали под себя мужа или жену? Я уже говорил. Вы сделаете сюда, допустим, 20-25 потребителей, 1200 баллов. И здесь 20-25 потребителей, 1200 баллов. Давайте посчитаем, если это одна семья, сколько будет денег в семью? За этот номер вы получите, грубо, 300 долларов. За этот 300. И с этого человека еще 100. Сколько получилось? 700 долларов. Скажите, для Украины это нехорошее? Да. Хорошее. За объем какой? 3-400 баллов. Мы получаем 700 условных единиц. Семью. Это быстрые деньги. Вот чтобы сейчас, чтобы с работы выйти, заниматься только каналовым клубом. Я рекомендую каждому это сделать. Что у вас голова не порядок. Кто не понимает, ничего страшного. Наставите вам объяснять. Теперь хочу рассказать вам о картинке. Помните, здесь выступал Володя из Барубежа. Я рассказал про кружочек и про квалификации. Вот. Я сейчас вам расскажу, как я рисую на тот же объем. Чтобы вам передать картинку. Сейчас, секунду. На середину. Да, поровней поставь. На середину. На середину. На середину. Во. И ближе к нам. Во. 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 Смотрите. Начну с новимификации, как я разрисовываю. Вот. И у каждого здесь есть такой шанс у каждого это сделать. Я рисую золотого мастера. Именно в этом углу, что потом вы поймете, почему. Я объясняю, что золотой мастер — это три мастера под вами. Три мастера — это три бриллиантовых директора. три брилянтовых директора это три изумрудных директора три изумруда я рисую жирных, конечно, изумрудных и брилянтов золотых директора золотой директор это три директора события сделаны для вас а директор у него есть база у всех это 20-30 Вот квалификация дата. Я переключаю 10 тысяч долларов, мастер, давайте напишем, две тысячи долларов, бриллиант, полторы тысячи долларов, изумруд, тысяча долларов, золотой это будет пятьсот долларов, директор это будет триста долларов в месяц. Я когда нарисовываю картинку, чтобы люди видели, где они хотят быть. А теперь я нарисую вам, как это можно сделать с помощью вот этих событий, на которые вы приехали. Рисую здесь картинку еще одну, смотрите, раз, два, три. Не видно? Так, видно? Видно, смотрите. У нас с вами, сверху нарисую, есть событие в компании, вы даже запомните, у вас должен быть рефлекс, как у собаки Павловой. Сейчас у нас декабрь, видите, 12, 3, 6, 9, часы. Сейчас какое событие происходит у нас? Нетворк революшн, да? Клуб семьсот, это одно и то же. То есть, раньше мы делали это для директоров, так как сейчас их салаб очень много, мы решили чуть-чуть планочку поднять, чтобы отбирать людей. То есть, здесь есть люди, которые сделали 700 палуб. Вот. Нетворк революшн, вот он, событие. Событие будет у нас в марте какое? Золотые для золотых. Золотые для золотых. То есть, есть золотые директора и выше, а для них читают школу золотые мастера и выше. То есть, люди, которые уже, в принципе, финансы независимые в любой стране мира. Это будет в марте. Что у нас будет в шестом месяце? Форум компании. Вы знаете, что теперь форум тоже будет только для директоров? Знаете? Молодцы. Что будет в сентябре? Золотые для золотых. Опять золотые для золотых. Прекрасно. Кто не знает, здесь, в принципе, наверное, 99% людей, которые входят в систему Альянса, и вот здесь, и вот здесь будут, как мы называем это матрешки, будут дополнительные события для изомрудов и выше, которые получают вот эти кольца. Помните, да, про кольца? От ваших расставников. Вот. Здесь еще будет и для изомрудов. Вот, допустим, в этот раз мы остаемся на три дня позже, кто в этом участвует. Вот, в марте месяце здесь будет то же самое. То есть, события внутри события для изомрудов. Почему? Я вам коротко объясню. Это было придумано. Есть люди, которые, допустим, сделали изомруды директора, да, у него шесть директоров. А до бриллианта, на нас сколько было директоров? Двенадцать. А вот он восемь сделал, да, девять, и вот застрял. И не туда, и сюда. Но ведь он же это сделал, у него уже и не шесть, и не двенадцать, правильно? Вот именно за это эти люди будут от наставника получать из белого злота с красными камнями кольца. Вот такие вот. Понимаете? За середину валификации, чтобы у вас был стимул еще больше делать. Постоянно делать, делать, делать и делать. Вот. Дальше поехали. Угу. Вот. Сейчас потом мы вышли рисуем. Вы были, да? События. Вот у вас в вашем случае какая-то картинка. Четыре события в компании. Все. Два, два до золотых квадректоров. Вот. Теперь я рисую, как я это вижу. Вот здесь вот повыше рисовать. Теперь я беру вот этот круг, разворачиваю его в прямом виде и рисую вам вот такие флажки в виде событий. Мы не будем брать золотые для золотых. Мы будем брать только события для директоров. То бишь 12-й месяц. Правильно? Здесь 6-й. Опять флажок рисуем 12-й. Здесь флажок рисуем 6-й. Опять события сделаем. Флажок 12-й. И здесь 6-й. Смотрите. Вот здесь у нас вход заканчивается, да? 2011-й. Начинается 2012-й. Угу. Нарисовали? Вот теперь смотрите. Давайте с вами представим одну простую банальную вещь. В этом зале все стопроцентно сидят просто директора. Просто директора. Хотя и большинство. Вот вы приехали сюда директором. Вы один человек. Вот он. Директор. Можно за полгода, чтобы попасть на форум компании, за полгода сделать под собой три директора. Если вы слышали, люди выступали, да? Они это делают играючи. Можно, да? То есть, продавая другое событие, мы делаем что? За полгода, за 6 месяцев, делаем три директора. И приводим с собой на форум компании две директора. Идут и сюда приехали, увидели эту картинку. Тем более там в Москве это будет многотысячный зал. Понимаете, это целое такое представление огромное. Они возбуждаются. И что они делают? На следующие события они сюда привозят тоже каждый по три человека. За полгода. Помните, вы поговорили? Сколько будет здесь человек? Девять. Девять. Ну три и каждый по три сделает. За полгода. Девять человек директоров. Правильно? Да. Десять. Самого мы не считаем. Девять. Опять полгода пошли. Эти девять человек приехали на события, опять возбудились. Поверьте, когда вы сюда будете уезжать, у вас у всех будет грандиозный план. Я говорю, сто процентов. Опять шесть месяцев пошло. Давайте теперь. Сколько у нас будет здесь? По три привезем. А? 27 директоров. Скажите, пожалуйста, какая это квалификация? Мастер. А теперь давайте почитаем, сколько времени прошло по событиям? Нет, полгода, раз, здесь у нас получается еще один год, и? Четыре события, значит, два года. Ребята, два года мастер. Это есть не просто, все, что нужно делать. Вы сейчас один директор, за полгода сделали три директора, потом помогли другим три сделать, тоже по три директора, понимаете? Больше ничего, полгода по три директора. Это реально, нет? Вот я, допустим, по этой картинке развиваюсь, четко. Мы, друзья, все ее и делаем. А теперь что получается? Возвращаемся к нашим баранам к теме. Еще раз, смотрите, слава и мастер. Еще раз, мастер, бриллиант, изумруд, золотой, директор. А теперь смотрите, что получается. Сейчас вы здесь директора. Давайте здесь напишу я вам декабрь 2011 год. Проходит полгода. Мы сюда приезжаем на события уже шестого, получается, месяца, числа не знаю. 2012 год. Вы золотой. Опять полгода происходит, да? 2012 год. Здесь опять 2013, здесь 2014, здесь 2014 год. То есть, если вы посчитаете, то шесть месяцев, шесть месяцев, шесть месяцев и шесть месяцев. Сколько, сколько получилось? Два с половиной года золотой мастер. С чеком минимальным, если вы будете делать по-видимому, минимальным чеком, это у вас будет пять тысяч долларов. Два с половиной года. Вот картинку, которую я висил людям. Кто-то это увидит для себя, кто-то в это не поверит. Опять-таки, помните, да, я говорил, я на самом деле начал. Вы получите то, чего вы ожидаете. Вы можете переставать все, что угодно, говорить тебе все, что угодно. Знаете, сразу вспоминается, прикольная такая шутка, я всегда всем о своем рассказываю. Простите, стоит зайц, занимается как тренингом, да? Стоит их возле зеркала и говорит, я срань не хочу. Я срань не хочу. Мне не воняет, мне не воняет. Ребят, здесь такие уси не взлетают. Понимаете, этот тренинг здесь не работает. Вы получите то, чего вы ждете, а не чего вы хотите. Это разница большая. Вы получите то, чего вы ожидаете, а не того, чего вы хотите. Вот. Здесь все понятно или какие-то вопросы, может быть, есть? Нет. Вот. Я сегодня просто постарался дать вам часть такую техническую, она вообще эмоциональная, простите. Я не стал рассказывать личную историю, мне хотелось, чтобы каждый из вас что-то взял. Какие-то конкретные вещи стал доделать. Что я еще порекомендую, ребята? Последний, на этом я закончил. Мне осталось просто пять минут. Есть такой путь, который вам нужно делать всегда. созваниваться с наставником. Запишите себе. Если у вас нет с наставником связи, у вас нет самолана, у вас нет видения и энергии. Вот это все видит ваш наставник. Он это видит за вас. Именно поэтому он всегда берет тренировку. Ну, казалось бы, зачем тренер? Тоже. Ну, что я сам могу делать спортзал? Могу. Тренер вам всегда немножко дает больше силы, эмоций и энергии. Вы не под штанг, вы начинаете его поднимать. Понимаете, он подходит. Это еще можно. В этом руку не поставляет. Вы думаете, что он помогает? На самом деле, возникает все сами. Он вам поднимает самооценку. Он вам занимает кусочек своей собственной воли. Наставник делает то же самое. Поэтому последнее, что я хочу закончить, это пять мои минут. Я могу позволить себе для себя все что угодно. Что прямо сейчас, те люди, у которых есть наставник, а вот, подожди прямо сейчас, к своему наставнику, скатали ему слова благодарности. Почему? Потому что каждому из вас выпал обалденный шанс в этой жизни преуспеть. Если бы не этот человек, вас бы в этом зале не было. Договорились? Сделайте это прямо сейчас. Мастер-коман!